Власти Японии предложили своим частным банкам увеличить финансирование российских проектов. Сейчас идет активный курс на восстановление сотрудничества Токио с Москвой перед визитом в Японию Владимира Путина. Наш президент запланировал поездку в декабре и увеличить финансирование. Что это значит на практике? Давайте посмотрим. Вообще предложение японских властей несколько огорошило частных банкиров, поскольку расширение сотрудничества с Россией подпадает под введенные Америкой санкции. А многие японские банки имеют бизнес в США. Но вот, судя по всему, у японского правительства свои мотивы, говорят эксперты. Токио таким образом может решить проблему Курильских островов. И уже идут разговоры якобы о некоем обмене, мол, в обмен на миллиардные инвестиции в российские проекты. Наша страна передаст два из четырех островов Японии. Курильских я имею ввиду. Помним при этом, да, что Япония ставит условием заключения мирного договора с Россией передачу ей четырех островов Южных Курил. Вот эти острова на ваших экранах. Это Шикотан, Кунашир и Туруп и Грида Хабамая. Япония претендует на них, ссылаясь на договор с Российской империей 1855 года. Однако Москва настаивает, что эти территории отошли России по итогам Второй мировой войны. Ну, между нашими странами подписана декларация о прекращении войны, но вот так и нет мирного договора. При этом Москва неоднократно заявляла, что мы не откажемся от Курил ни частично, ни полностью. Токио все равно продолжает давить. Вот последний раз лидеры России и Японии встречались во Владивостоке на экономическом форуме. И Синзо Абу тогда снова поднял больной для них вопрос. Прямо настаивал, что его надо решать и желательно прямо сейчас. Прямо настаивал. Прямо настаивал. И вот как раз на том самом форуме во Владивостоке Россия и Япония договорились о масштабном сотрудничестве. И были даже подписаны 20 соглашений на общую инвестиционную сумму почти 83 миллиарда рублей. Но на этой неделе наш Минвосток развития заявил, что разработанный план экономического сотрудничества России и Японии состоит из 18 приоритетных направлений на общую стоимость проектов 1 триллион рублей. Среди них разработка месторождений с участием японских компаний, например, угольные месторождения и также строительство угольного терминала в Хабаровском крае. Ну а мы, в свою очередь, тоже предлагаем поставки электроэнергии в Азиатско-Тихоокеанский регион и строительство энергомостов. Вот единственное, пока все это только планы и только на бумаге, поскольку нужна отмашка от властей Москвы и Токио. А ее все нет, поскольку политические вопросы не решены. Но посмотрите, что делает Япония, предлагая, что называются живые деньги, инвестиции в Россию и прямо сейчас. Эдакий реверанс в нашу сторону в преддверии визита Путина. Наш президент, я напомню, запланировал поездку уже в декабре. Посмотрим?